Лидеры авторитарных режимов, устранившие политических конкурентов, подавившие оппозицию, поставившие под контроль средства массовой информации, нередко полагают, что пришли навсегда. Они думают, что находящиеся в их распоряжении средства принуждения достаточны, чтобы обеспечить стабильность власти. Это иллюзия, дорого стоившая многим. Как думаете, кому принадлежит это высказывание? Егор Гайдар «Гибель империи». Книга была издана еще в 2006 году, написана гораздо раньше, но впечатление, согласитесь, складывается такое, будто бы этот человек видел нас сегодняшних из прошлого. Да нет, не видел. Гайдар вообще писал об СССР, о причинах развала великой страны, и вот оно снова актуально. Знаете, когда-то давно в школе учитель мне объяснял, почему нужно учить историю, я запомнил на всю жизнь, чтобы не совершать ошибок в будущем. Практика, впрочем, показывает, что россиянин не может не наступать на одни и те же грабли. Начинаем! А в Иркутской области появился бюст Владимира Путина. Такой, знаете, как советским вождям когда-то устанавливали. Размеры его весьма и весьма внушительны. Примечательно, что авторами и инвесторами проекта выступили местные жители, а точнее жители острова Альхон. Скинулись люди и сделали, значит, эту прелесть. Хотя, ладно, но мы же с вами не в эфире Киселек ТВ, поэтому врать не буду, что мы... Ой-ой, посмотрите, как же народ любит вождя. Эко-чудо у себя граждане сотворили. Нет, там все проще. У людей тех куча проблем, они живут, повторюсь, на острове, входящем в акваторию озера Байкал. А Байкал у нас как бы природным заповедником считается, но люди, тем не менее, там живут и всегда жили. Вот только поскольку территория-то заповедная, они ни дома в собственность оформить не могут. Ни земельные участки арендовать, даже инфраструктуру какую-то сообразить. Школу, больницу и то нельзя. Вся дороги на остров и нет никакой понтонная переправа. И как жить? А их две тысячи человек на минуточку. Ребенка в школу отправить целая история. До работы добраться то же самое. Ну, те, кто знают, что такое понтонная переправа и сколько этот процесс занимает времени, те меня поймут. Так вот, власти в ситуации обещали разобраться, но этот счастливый день все никак не наступал. И вот однажды, о чудо, появился в тех краях нормальный глава, некто Сергей Копылов, который смог построить для несчастных и детский сад, и больницу, и даже спорткомплекс, полигон для вывоза мусора. Дорогу начал делать, но это же Россия, господа. Три года в колонии общего режима проведет бывший мэр Ольхонского района Сергей Копылов. Чиновника обвинили в превышении должностных полномочий. Как установило следствие, Копылов, не имея на то право, выдавал разрешение на строительные работы на территории Прибайкальского национального парка. Именно, это ведь только в центре Москвы, прямо на территории ВДНХ, можно каким-то образом купить землю и построить там себе особнячок. Ах да, вы же не знаете эту историю, коротенько расскажу тогда. Это реальная журналистика, поехали! ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства. Расположена в самом сердце столицы огромная природоохранная зона. Напичкана памятниками истории и культуры все туристические маршруты. В Москве через нее проходят птички, поют, люди гуляют, прудики, речки, скверики. Красота нереальная. И вот, в середине двухтысячных, некто Яков Якубов, владелец казино Корона, Golden Palace, ресторана Прага, гастрономы Елисеевские и так далее, построил прям посреди всего этого великолепия трехэтажный особнячок и переехал туда жить. Народ обалдел, конечно. Ну, кого у нас и когда интересовало, что там народ думает, только в 2015 году. Ребята, суды по этому поводу начались, потом все-таки решили, что это не совсем правильно. Никого, впрочем, по сей день к ответственности не привлекли. В ноябре прошлого года суд вернул выставочному комплексу ВДНХ право собственности на землю, на которой построен этот дворец. И сейчас администрация выставки намерена лишить владельца здания право им распоряжаться. В течение полутора последних лет там никто не живет. И, насколько нам известно, здание фактически не эксплуатируется. Поэтому мы надеемся, что собственникам не удастся создать некое соглашение о том, чтобы здание использовалось по функционалу, связанному с ВДНХ. То есть осознаете уровень абсурда в центре Москвы, посреди главного государственного выставочного комплекса, имеющего стратегическое значение. Историческую ценность. Кто-то просто прихватизирует себе участок земли, строится там, затем живет много лет. И вот с этим человеком государство сюсюкается. Будем как-то договариваться. А на острове Ольхон, где люди живут реально и жили там всегда, дорогу, понимаешь, собрались, постойте-ка, а это что такое делается-то, товарищи? Я в таких случаях всегда вспоминаю одну смешную фразу из какого-то фильма, не помню из какого. Ну мы же в России живем, здесь одним все можно, а другим нельзя. Но не дорассказал же я про абюст Владимира Владимировича-то. Невозможно жить в байкальской правовой аномалии, когда один закон противоречит другим, когда прокуратура управляет судами, когда мэры боятся принимать решения, когда люди не могут жить без того, чтобы не нарушить либо то, либо другое постановление. Конечно, кто-то сейчас начнет ехидничать, опять началось, Путин, помоги. Да нет, ребят, не началось, вы неправильно все поняли. Просто мы дожили, наконец, до того прекрасного момента, когда все вокруг, даже СМИ, начинают реагировать на граждан и их беды исключительно, когда и если, попутно в прыжке, можно лизнуть большому боссу, вот люди и создали. Для мелких чинушек пропагандистов такой замечательный повод авось увидят. Авось заценят, глядишь, до кучи проблемки свои засветим, глядишь, сдвинется хоть что-то, хоть как-то. Хотя, если честно, противно уже становится от этого культа личности. У нас ведь Владимир Владимирович уже не президент для некоторых и даже не царь, помазанник божий. Для какой-то части населения он уже давно превратился в мессию. Я не удивлюсь, если в обозримом будущем этого человека в заместители Всевышнего начнут записывать, а потом и вовсе, ой, даже боюсь представить. Я, конечно, не специалист в данном вопросе, но мне кажется, что культивирование той или иной личности это что-то сродни психическому заболеванию. Нет, я понимаю, конечно, что тебе может импонировать какой-то человек. Ты можешь даже являться его поклонником, но фанатизм это уже перебор и это уже не есть хорошо. Тебе это любой врач скажет, любой священник. В Библии, к слову, черным по белому написано, не сотвори себе кумира. Почему в России все с ног на голову перевернуто, причем на уровне государства? К чему это может привести, в конце концов, да к деградации, причем целой страны, и мы сегодня это наблюдаем? Пример? Пожалуйста. Каждое утро любой нормальный человек начинает с прочтения новостей, что мы там наблюдаем, читаем, слышим, причем в серьезных изданиях. От серьезных как будто бы людей на полном серьезе все это происходит в моей стране. Депутаты попросят Путина разрешить бабушкам сушить семена. Россиянам разрешили собирать валежник. Вслед за валежником россиянам позволят свободно собирать ягоды и грибы в лесу, а также мох и камыш. А еще охотятся с луком и стрелами. Слушайте, вот лет 10 назад покойный ныне Задорнов с такой программой выступлений огромные залы бы собирал, народ бы на тех концертах до слез ухахатывался. Теперь это тупо реальность. Об этом в программе «Время» рассказывает, да и не только в программе «Время», новостью недельной давности из российского правительства хочу с вами поделиться. Вице-премьер Максим Акимов, выступая на этой неделе на правительственном комиссии, объявил коллегам, что у ведущей «Дома-2» скандальной певички Ольги Бузовой в Инстаграм 15 миллионов подписчиков. Раз такая большая аудитория, цитирую господина Акимова по интерфаксу, если это лидер общественного мнения, значит она наверняка ответственный патриотичный человек. Зам Медведева считает, что пришло время принять ее на государственную службу. Я не знаю, как это комментировать. Если честно, давайте возьмем в правительство человека, потому что у него 15 миллионов подписчиков в Инстаграме. То есть не в телевизор позовем, например, какой-нибудь фрик-шоу вести, как делают многие телеканалы ради поднятия собственного рейтинга и привлечения дополнительной аудитории, что в общем и для политиков полезно. Не-е-е! Сразу в правительство. Раз много людей даму любят читать, значит она лидер мнений. Железный аргумент. Ну да. Сочи ее! Сочи ее! О-о-о! О-о-о! Хотя мне кажется, что как раз в правительстве эта девица очень даже ко двору придется. Во всяком случае, все остальные члены Кабмина на фоне потенциальной коллеги будут хотя бы меньшими чудаками выглядеть. А вообще, конечно, однажды хочется проснуться и осознать, что все это всего лишь сон был. Вот только как-то не получается. Все! Это была реальная журналистика и сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсетях тоже жду, там тоже есть, что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за Сим спешу откланяться. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok